День памяти профессора КФУ Александра Рябова Как попасть в Газпром? Финальный день фестиваля – День первокурсника В Калининграде на площадке Балтийского федерального университета прошло заседание Международного совета проекта 5100. Казанским федеральным университетом была защищена стратегия развития вуза. В команду защиты вошли проректоры и ведущие следователи КФУ. Ровно год назад на 1982 году жизни не стала доктор юридических наук, профессора КФУ, члена корреспондента Академии наук Республики Татарстан Александра Рябова. Ряд мероприятий, посвященных памяти Александра Андреевича, прошел в Казанском федеральном университете. Подробности расскажет Анна Глазунова. Прошел уже год, как не стало доктора юридических наук, профессора Казанского федерального университета, член корреспондента Академии наук Республики Татарстан Александра Рябова. 26 октября в главном здании КФУ собрались его родные, друзья, ученики. Возле аудитории 240 состоялось открытие мемориальной доски в честь Александра Рябова. Участие в таком значимом событии принял и руководитель аппарата президента Татарстана, выпускник Казанского федерального университета Азгат Сафаров. Его воспоминания о преподавателе Александре Рябове только самые теплые и положительные. Профессор Рябов для меня, для многих его учеников являлся великим учителем. По жизни он был очень веселый, очень жизнерадный человек, открытый, доброжелательный. Все студенты к нему тянулись. И получить похвалу из уст профессора Рябова всегда считалось, я бы даже сказал, наградой. А в попечительском зале КФУ прошла международная научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора Рябова. Тема была обозначена как «Актуальные проблемы охраны права собственности на природные ресурсы и объекты». Именно эту тему развивал Александр Андреевич в своих научных работах. Здесь собралось множество специалистов в этой области, представителей науки экологического права из разных городов и ведущих вузов. Важную роль в жизни многих людей сыграл Александр Рябов. Я считаю его действительно и учителем, как студент, и научным учителем, ну и, конечно же, большим другом, несмотря на разницу в возрасте. Заслуг у Александра Рябова множество. Он не только был автором трудов по правовой экологии, земельному праву, исследовал множество проблем. Он также являлся одним из основателей научной школы экологического права в Казанском федеральном университете. Анна Глазунова, Ленардо Влетиаров, Универньюз. Чтобы стать сотрудником крупной нефтяной компании, студенты Казанского университета проходят стажировку уже сейчас. Какие специалисты требуются в «Газпромнефть», расскажет Аделя Шамилова. У студентов Казанского университета есть реальная возможность попробовать свои силы в такой крупной компании, как «Газпромнефть». Встреча с ее представителями состоялась в Институте геологии и нефтегазовых технологий. Основной темой встречи стали компетенции будущих специалистов для работы в нефтяной компании. Те задачи, которые сейчас ставятся перед студентами-геологами, это умение обрабатывать большие количества, большие объемы данных. Это не всегда связано с какими-то навыками программирования и так далее. Это могут быть различные современные программные продукты, как мы выстраиваем работу с молодыми специалистами и какие задачи сейчас ставятся перед ребятами, куда они могут прийти и уже начать. В программу встречи вошло собеседование с самыми инициативными студентами института. Подобные встречи и собеседования проходят в Институте геологии и нефтегазовых технологий регулярно. Ребята, которые уже прошли стажировку в компании «Газпромнефть», охотно поделились с нами своими впечатлениями. Минимальный срок стажировки был два месяца. Если очень сильно хочется, можно остаться и подольше. Я там проходила стажировку летом два месяца и в сентябре еще. Было интересно. Хочу сказать, что компания дала нам очень ценный опыт и в целом мы очень довольны практикой. Я считаю, что ни одного человека, который остался бы ненаволен, просто не было. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. В КФУ приведен конкурс на лучший студенческий кружок. Как определялся победитель, расскажем в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете впервые проводится конкурс на лучший студенческий кружок. В финальный этап вышел 21 участник. Требования к участникам являются не только формальными. Задачи ставятся гораздо шире, чем участие в конференциях и других мероприятиях своего структурного подразделения. Здесь непочатый край работы для кружковцев. Это и связь с общественностью, это и работа с учащимися школ. Тут и проформинационная работа в огромном количестве требует участия студентов. Потому что общение со студентами всегда более эффективнее, чем я, например, просто выступаю и агитирую поступать к нам в федеральный университет. Итоги конкурса будут подведены 12 ноября. Победители среди кружков и наиболее активные участники получат денежное вознаграждение. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет принимает в своих стенах студенческую олимпиаду «Я профессионал». О подробностях ее проведения расскажет Аделя Шамилова. Чего ожидать от рынка труда? Этот вопрос является едва ли не самым актуальным для каждого выпускника вуза. Дискуссия на эту тему состоялась в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ накануне презентации студенческой образовательной олимпиады «Я профессионал». В начале обсуждения руководитель образовательной олимпиады пояснила для собравшихся студентов, что с собой представляет олимпиада. Олимпиада представляет из себя испытания в два тура. Первый тур онлайн и он начнется сразу после окончания регистрации. Регистрация уже идет с 26 сентября и продлится до 22 ноября. Если вы успешно проходите заочный тур, то после этого мы вас приглашаем пройти очный тур. Ну а после подводим результаты и, соответственно, желаем всем стать победителями. В 2018 и 2019 учебном году олимпиада проходит по 54 направлениям. Ключевая задача олимпиады – показать, чего ждет от молодых специалистов работодатель, каких практических знаний и навыков. У дипломантов будет возможность получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру ведущих вузов или пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получают у нас магистры 300 тысяч рублей, бакалавры 200 тысяч рублей. Также все дипломанты олимпиады получают возможность поступления в магистратуру, ординатуру и аспирантуру ведущих университетов страны. А также мы предлагаем пройти стажировку по вашей специальности. Кроме того, в феврале 2019 года участники олимпиады, которые покажут высокие результаты в отборочном онлайн-этапе, смогут принять участие в зимних школах по выборному направлению. Аделья Шамилова, Ленар Талитяров, Универньюс. Полтора месяца упорной работы позади. 25 октября в Униксе ярким галоконцертом завершился фестиваль «День первокурсника» Казанского федерального университета. Кто стал обладателем гран-при фестиваля, узнаешь прямо сейчас. 25 октября в концертно-спортивном комплексе «Уникс» ярким галоконцертом завершился фестиваль «День первокурсника» 2018 Казанского университета. Полтора месяца упорной работы позади. Кастинги, репетиции, создание сценария, продумывание фишек выступлений, волнение первого выхода на сцену, конкурсные программы институтов, разборы полетов после каждого концерта. В этот вечер жюри дало понять, что все было не зря. День первокурсника – один из самых социально значимых и больших мероприятий нашего университета, в жизни нашего университета. Это событие, когда мы знакомимся с новыми людьми, которые приходят к нам в студенческую нашу среду. В творческом марафоне «День первокурсника КФУ» участвовало около 8 тысяч студентов всех институтов и юридического факультета. Каждый из них старался, переживал в надежде, что именно у его команды получится удивить зрителя и произвести приятное впечатление на судей. Первокурсники молодцы. Молодцы все ребята, которые поступили в Казанский университет, независимо из какой страны. Гран-при фестиваля в малой группе досталось инженерному институту. В средней группе гран-при получил творческий коллектив Института психологии и образования. В большой группе гран-при у коллектива Института феологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универ Ньюз. Из тысячи дорог для себя найти единственный путь. На этом у меня все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Артем Тупичкин с вами прощается. Артем Тупичкин